Уважаемые члены Президиума, уважаемые коллеги, проблема кардиотоксичности химиотерапевтических препаратов, конечно же, занимает большое клиническое значение. Обусловлено это тем, что в последние годы мы видим увеличение продолжительности жизни онкологических больных, и вследствие этого появление и увеличение количества пациентов, имеющих отсроченные кардиотоксические эффекты. Кардиотоксичность или кардиоваскулярная токсичность – это нежелательные сердечно-сосудистые осложнения противорадковой терапии, которые весьма разнообразны, многообразны и включают дисфункцию миокарда и сердечную недостаточность, ишемическую болезнь сердца, стенокардию, инфаркт миокарда, поражение клапанов, нарушение ритма, нарушение проводимости, артериальную гипертензию, артериальную гипотонию, легочную гипертензию, тромбоэболические осложнения, поражение заболевания периферических сосудов и инсульт, легочную гипертензию. Согласно современным представлениям, типы кардиотоксичности представлены первый тип – это необратимая дисфункция миокарда за счет гибели миокардиоцитов, характерна для антрациклинов, степень повреждения миокарда зависит от кумулятивной дозы. И второй тип – это обратимая дисфункция кардиоамеоцитов за счет митохондриальных повреждений, наиболее характерная для транстезумаба и не зависит от кумулятивной дозы. Как уже было неоднократно отмечено, что риск развития кардиотоксичности и особо тяжелых ее проявлений – это застойные сердечные недостаточности, в основе которой лежит гибель клеток, вызванная как повреждением ДНК, так и действием свободного кислорода, посредованного железом на белковые структуры как опухолевых клеток, так и миокардиоцитов, здоровых клеток. И такие проявления, известно, что они дозозависимы, и при дозе суммарной 400 мг на метр квадратный риск развития застойной сердечной недостаточности 5%, 500 мг – 16%, более 550 мг – это 26%, при очень высоких дозах 700 мг на метр квадратный – это 48% риск развития сердечной недостаточности. Между тем представление о, как уже говорилось, о так называемых безопасных дозах, они эволюционировали, и несмотря на то, что эта проблема существует с момента, через некоторое время после применения антрациклинов возникла, тем не менее эти препараты достаточно востребованы, пациентов много нуждающихся в этом лечении, поэтому наша задача – это, естественно, выявление этой патологии своевременной для предпринятия различных лечебных мероприятий. Но вот несмотря на то, что вот еще где-то в 2000-х годах говорилось о том, что безопасная доза доксорубицина – это 550 мг на метр квадратный. Сейчас уже говорят о том, что это 440-440 мг на метр квадратный. Но тем не менее, даже при использовании относительно безопасных доз 240 мг, частота кардиотоксичности первой степени достигает 17%, второй степени – 6,6%. Если мы говорим о тяжелых, отсроченных поражениях у пациентов, получивших высокие дозы антрациклинов, это бессимптомная дисфункция, наблюдалась у пациентов в 57% случаев, застойная сердечная недостаточность в 16-20% и при ее развитии уже смертность достигала 60-79% у пациентов в течение двух лет. По повреждающему действию уже говорилось, кардиотоксичность может быть обратимой и необратимой, она может быть ранней, она может быть острой возникнуть в момент введения химиопрепарата, может быть ранней в течение года лечения или окончания, и может быть отсроченной, самой тяжелой – это застойная сердечная недостаточность, которая возникает у пациентов от 5 до 10 лет после окончания лечения, в среднем 7 лет. Максимальная выраженность кардиотоксичности, приводящая к фатальной недостаточности – это антрациклиновая кардиопатия. Но поскольку не существует подтвержденной тактики, прогнозирующей, будет ли это бессимптомная дисфункция, разовьется ли дальше и возникнет ли у пациента сердечная недостаточность, то, конечно же, обусловлен поиск маркеров повреждения миокардо-сердечной недостаточности в применении к этой проблеме. Ростовский научно-исследовательский онкологический институт обладает коечным фондом 744 коеки. У нас есть два химиотерапевтических отделения, имеющие каждое по 30 коек круглосуточного стационара, 20 коек дневного стационара. Вот, как видно на этой таблице, в течение года только по двум отделениям, сводные данные, в течение года от 200 до 250 пациентов проходят лечение только с диагнозом рак молочной железы. Также антрациклин, содержащие схемы, получают пациенты с соленными опухолями, пациенты онкогенекологического отделения, о, извините, онкогематологического отделения, которые также имеются у нас в институте. Как уже было сказано, применительно к пациентам с диагнозом рак молочной железы осуществляется лечение и последовательность вот такая. Получают они схему лечения, это СА, доксорубицин 60 мг на метр квадратный, циклофосфан 600 мг на метр квадратный. Конечно же, количество курсов химиотерапии на неодювантах, на адювантах зависит от стадии процесса, от чувствительности опухоли к проводимому лечению, достаточно индивидуально и обусловлено, и имеется определенная последовательность. Как уже было сказано Ларисой Владимировной, пациенты получают адювантные курсы, потом в зависимости от иммуногистохимического типа опухоли они будут продолжить получать либо токсотер, содержащую терапию, либо герцептин, содержащую или таргетную терапию. Вот исходя из всего сказанного, перед кардиологами и терапевтами стоят следующие задачи. Это оценка риска кардиотоксического действия противоопухолевых средств, составление плана наблюдения за больными во время химиотерапии, после завершения профилактика и лечения систолической дисфункции, связанной с примененными химиотерапевтическими средствами. Разрешите представить наш опыт наблюдения за такими пациентами. Это небольшая группа пациентов, но мы постарались подобрать его по принципу однородности. В исследование включены 30 пациентов, пациенток с диагнозом рак молочной железы, второй и третьей стадии. Всем пациентам проводилось 4 курса химиотерапии по приведенной схеме. Пациентам проводились до назначения лечения стандартные исследования показателей гомеостаза, также на второй и пятый дни химиотерапии в каждом курсе. Кроме этого, больным исследовался тропонин-Ай в эти же дни до лечения. На второй, пятый дни первого и четвертого курса выполнялось электрокардиографическое исследование, эхокардиография. Пациенты были в возрасте от 49 до 72 лет, более 50% пациентов были моложе 50 лет, причем из них 26% это были пациенты сердечно-сосудистой патологии, большинство из которых максимум составили пациенты больные с гипертонической болезнью. При этом даже при получении таких невысоких доз химиопрепаратов кардиотоксичность первой степени отмечена в 23% в виде тахикардии, а дышки усиливающиеся при физической нагрузке 6,7% имели различные степени аритмии, нестабильное давление отмечали 23%, снижение восстановительных процессов отмечено у 40% больных. Надо сказать, что практически весь этот спектр получен, отмечен у пациентов с сердечно-сосудистой патологией. Всем пациентам проводилась эхокардиография до исследования и после исследования. Исходный средний показатель был фракции выброса 67,5%, по окончании лечения 64%. Но вот мы видим, что даже в такой небольшой группе отмечены, мы выявили пациентов, у которых произошло снижение фракции выброса более 10%, но эти пациенты не достигли уровня ниже 50%. Ну вот то, что мы видим, вот пациент 30, 52%, конечно же, это пациентка, которой будет рекомендовано более тщательное наблюдение, не говоря о том, что пациенты получают проводительное лечение. До получения химиотерапии у 20% была зафиксирована диастолическая дисфункция первого типа, по окончании лечения у 30% больных. Значит, ни в одном случае не было отмечено признаков острого коронарного синдрома. Все пациенты с приведенными нарушениями, всем рекомендую проводилось сопроводительное лечение, ингибитор АПФ, это адреноблокаторы, диуретики. И ни в одном случае не было рекомендовано отменить лечение. Все эти мероприятия позволили провести лечение в полном объеме. Мы тоже присоединились к поиску прогнозирующих факторов и оценивали состояние сердечных маркеров сердечной недостаточности, исследовали энтермальный мозговой натрииуретический пропептид. Верхняя граница нормы была принята за 64 пикограмма. При этом у пациентов исходно до лечения почти у всех больных с гипертонической болезнью был выявлен повышенным этот показатель, составил приблизительно 126 пикограмм. И у 16,6% у пациентов, так называемых, здоровых. На второй день после введения мы получили вот следующую картину. В этой группе как у пациентов с сердечно-сосудистой патологией, так и в 60% у пациентов с так называемых здоровых лиц выявлено уже 86% в мере увеличения этого показателя. И на второй день, и на пятый день. На пятый день отметилась тенденция к дальнейшему, в 20% к дальнейшему увеличению и в 20% к снижению этого показателя. На четвертом курсе показатели исследованного НОПа пришли к исходным значениям и также отмечалась такая же динамика, аналогичная представленной. Вот в нашей группе ни у одного пациента не было отмечено повышение уровня креатинкеназы и повышение тропонина Ай. Вот здесь представлен алгоритм диагностики лечения рисунка левого желудка на фоне терапии из наших рекомендаций Русска, который помогает нам также в работе. Тут как данные 2016 года, так алгоритм за 2018 год учитывает состояние фракции выброса левого желудочка и отношение и наличие динамику тропонина Ай. Необходимо сказать, что проблема наблюдения терапевтом, кардиологом за такими пациентами, она, конечно, не проблема, а сам подход. Вот он, конечно же, включает и клиническую диагностику, и лабораторную, и инструментальную диагностику. Ну вот как нам отнестись к тем данным, которые мы получили, мы, в общем-то, считаем, предполагаем, что, наверное, динамика этого НОПа, она совпала с появлением признаков кардиотоксичности у кардиологических пациентов. У так называемой группы пациентов без сердечно-судистой патологии, наверное, это были приходящие какие-то значения. И вот согласно рекомендациям, не рекомендациям, а описательной части меморандума европейского 2016 года, важно, передается значение этому показателю выявления сердечной недостаточности, но вот стандартов и рекомендаций нет по обязательному использованию НОПа, но по нашим данным мы тоже несколько в затруднении, практически у всех больных он повышается и не совпадает с динамикой фракции выброса. Ну, вам необходимо отметить, что все пациенты, получившие высокодозную химиотерапию, конечно же, они находятся в группе риска, и причем, как уже было сказано, им отмечено многими докладчиками, эти наиболее серьезные осложнения, это дисфункция левого желудочка, застойная сердечная недостаточность, они могут появиться у пациентов, начиная после пяти лет лечения, но тем не менее мы видим, что какие-то предпосылки, и выделить группу пациентов, которые требуют более тщательного наблюдения, мы даже можем на примере работы с так называемыми в поле безопасно. И использование этого подхода, конечно же, обосновано, на который мы ориентируемся, и своевременное назначение пациентам с повышенным тропонином Ай и снижением фракции выброса ингибиторов АПФ, по данным современным, способствует восстановлению сократительной функции левого желудочка, если препараты получают не менее года. Но все это, конечно, индивидуально, зависит от факторов риска и индивидуального состояния кардиологического статуса каждого пациента. И вот свою роль мы видим в том, чтобы терапевты, кардиологи, работающие в онкологическом учреждении, это помогать специалистам в выборе правильной тактики с целью борьбы с онкологическим процессом, и в том числе назначение лечения, но и информирование как пациентов о том, что им нужно проходить это обследование, именно эхокардиографию раз в три месяца, тогда возможно уловить снижение фракции выброса со своевременным назначением лечения, так и, конечно, наверное, взаимодействовать с терапевтами и кардиологами, кто мало знаком с этой проблемой, для того, чтобы все было направлено на улучшение результатов лечения и для того, чтобы реализировать вот эти вот серьезные осложнения. Благодарю за внимание. Спасибо большое. Есть вопросы по докладу? Есть короткий комментарий, что касается тропонина, во многих работах, не во всех, то есть получается его четкая значимость. Одной из причин может быть то, что вот по опыту миланской группы, которые изучали это большое количество больных, они брали тропонин серийно, оказалось, что всего лишь у четверти больных пик достигается через 2-4 часа. Если брать раньше, или у некоторых раньше небольшого количества, но у многих на 36-й, 48-й, даже на 5-е сутки определяется пик, когда поймать пик. Притом это из работы, где более однородная была группа больных, преимущественно молодые, относительно молодые женщины на входе без сердечно-сосудистых заболеваний, с раком молочной железы и довольно однородной химиотерапией. Поэтому вот по образному выражению профессора Стейнгарта он очень шумный показатель, то есть мы не знаем, когда его ожидать, его повышение. Хотя, безусловно, выплеск тропонина все равно, наверное, свидетельствует о том, что у нас есть погибшие кардиомиоциты. Просто другой вопрос, наверное, придется брать как реинфаркт, его брать и даже более длительное время, к серийной, чтобы уловить пик. Это лучше, чем, конечно. Но вот там 12-часовым интервалом брали, и получилось, что распределяется очень равномерно этот пик. То есть даже у однородной группы больных, тем более, что если схемы разнообразные, то возможны другие эффекты. Поэтому это понятно. Елена Александровна, у меня еще вопрос. Скажите, пожалуйста, как организована кардиологическая служба в вашем институте? Кто же консультирует пациентов? Кардиологи, терапевты? Или же вы отправляете, или онкологи направляют какие-то другие учреждения таких пациентов? Как проводится мониторинг? К сожалению, у нас мониторинг проводится на все наше учреждение. Это два терапевта. И, естественно, мы в сложных случаях направляем кардиологам, когда не можем помочь. Либо когда речь может идти о эндоваскулярных вмешательствах, о больших операциях. Да, мы работаем с областной клинической больницей. Это наш диагностический центр. Но, к сожалению, это не все больные, потому что, направляя туда пациентов, зачастую мы не получаем ответа на наши вопросы. Понятно. То есть, сложности у вас. Да, у нас есть сложности. Географический фактор у нас. Пациенты лечатся со всего Северного Кавказа, Южного Федерального округа. Наши какие-то рекомендации не всегда могут соблюдаться. Часть пациентов может уходить на лечение в какие-то специализированные лечебные учреждения. Да, мы имеем такие сложности. Еще один вопрос. Все-таки как часто вы у себя наблюдаете кардиотоксичность? Именно с клиническими проявлениями или с диагностически значимым снижением фракции выброса левого желудочка? Не часто. В каком проценте случаев? Ну, приблизительно хотя бы. Ну, приблизительно, наверное, 5 пациентов. То есть, не часто. Да, небольшое количество пациентов. Пациентов много, но, к сожалению, наши силы не могут обеспечить все то, что необходимо этим пациентам. Так пока у нас вот как. Есть предположение, что эти пациенты находятся где-то вне вашего поля зрения. У них проходит курс лечения химиотерапии. Если они уходят куда-то, допустим, по месту жительства наблюдаться, то пропускается этот момент. Ну, вот наша задача в том числе, поэтому, ориентировать пациентов на регулярность этого обследования с учетом тех данных, которые мы получаем. Вот поэтому у меня и группа представлена, это в основном те пациенты, которые мы четко видим. Вот, конечно, не 4 курса, но вот более-менее однородная группа получена. Да, есть у нас, конечно, трудности. Продолжение следует...